Куда уплывает Россия? Студенты Казанского университета поборолись за звание знатока. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Максим Мартынов. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета прошла встреча одного из лучших спортивных комментаторов России, ведущего телеканала Матч ТВ Романа Скворцова со студентами ВУЗа. Беседа прошла в рамках серии образовательных мероприятий для начинающих спортивных комментаторов проекта «Голос спорта Сибур». Роман Скворцов рассказал начинающим журналистам о специфике работы спортивного комментатора, о гадровом дефиците и увеличении количества вакантных мест ввиду популяризации новых видов спорта, а также о том, как стать лучшим в своей области. Участники встречи получили возможность не только пообщаться с одним из лучших спортивных комментаторов страны, но и записаться при желании на бесплатный онлайн-курс лекции, который проводит Российская ассоциация спортивных комментаторов в рамках проекта «Голос спорта Сибур». В завершении студенты могли задать волнующие и интересующие их вопросы. Отметим, что организаторами встречи выступили Департамент по информационной политике и Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ. Мир не стоит на месте и застыть в одном формате, в одном амплуа просто-напросто губительно для живой и творческой профессии спортивного комментатора и спортивного журналиста. В Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета прошел конкурс профессионального мастерства среди сотрудников скорой помощи Республики Татарстан. Мероприятие приурочено к празднованию 110-летия скорой помощи и Дню работников скорой медицинской помощи, которая пройдет 28 апреля. Конкурс состоял из трех этапов – теоретического, практического и выезда с бригады с водителем. На каждом конкурсанты продемонстрировали свое мастерство-оперативность, выработанные годами практики. Итоги конкурса будут подведены уже 23 апреля. Всего определено три номинации – лучший фельдшер, лучшая бригада и лучший водитель скорой помощи. Они достанутся тем, кто быстрее и качественнее всех пройдет испытания под чутким наблюдением судей. Помимо титула победители будут награждены памятными подарками. Первый этап теории включал в себя тестирование проведения. Они, в принципе, базовые все знания, которые в рамках скорой помощи оказываются. Второй этап – это была клиническая задача, также оценивали теоретические знания. Третий этап – у нас сердечно-локочная реанимация, расширенная, с применением всех уже методик при оказании медицинской помощи. А последний уже основной этап – это у нас практическая, которая включает в себя этап ралли, где водители будут показывать свое мастерство и уже отработка на чрезвычайную ситуацию при ДТП. Здесь они покажут уже все свои навыки оказания экстремедицинской помощи. В Химическом институте имени Бутлерова на базе кафедры химического образования состоялась региональная первая молодежная школа-конференция «Цифровизация» в деятельности молодого учителя химии 2024. Участниками выступили преподаватели кафедры, студенты и учителя общеобразовательных учреждений Казани и муниципальных районов Республики Татарстан. На конференции обсудили вопросы, касающиеся цифровизации химического образования в рамках профессиональной подготовки будущих учителей химии. Он не стоит на месте, он движется вперед. В прочно наш мир входит цифровизация, мы все это прекрасно знаем. Ну и назрела необходимость обменяться опытом получительного компетенции в области цифровизации уже образования, школьного образования. Эта конференция проводится на базе нашей кафедры, кафедры химического образования, где сейчас ребята обменяются опытом, расскажут друг другу те тенденции, те новые веяния в области цифровизации образования. В среднеобщеобразовательной школе номер 13 стартовал первый день Всероссийского научного практического семинара этнокультурное многообразие. Миграция, образование. Главная цель которого поделиться разработками в направлении благополучного школьного микроклимата, который позволит детям, приехавшим из других регионов, мягче адаптироваться в школьной среде. Помимо представителей Казанского федерального университета и учителей начальных классов школ Казани на мероприятии в роли ведущих экспертов выступили ученые из Московского педагогического государственного университета и Московского государственного психолого-педагогического университета. Коллеги обменялись многолетним опытом по методической консультативной поддержке образовательных организаций, имеющих большую долю детей и мигрантов. Главными звездочками семинара стали, конечно, ребята. В этот день они пришли в традиционных костюмах, рассказали стихотворения на родных языках, станцевали и спели песни для участников мероприятия. Программа семинар очень насыщенная, предполагает разные форматы в течение двух дней. Ну и мы будем решать очень актуальные вопросы этнокультурного образования, миграции образования, а именно школьный климат в контексте культурного образования, учет культурных различий учеников, работа с детьми, мигрантов, этнокультурная подготовка современного учителя к работе в такой разнообразной среде. Этими вопросами кафедра занимается около 10 лет и сделано достаточно много. И цель этого семинара – поделиться теми разработками, которые сделаны в направлении благополучного школьного микроклимата. Сегодня в этой школе мы увидели очень дружный коллектив, который работает с детьми. И поэтому очень комфортная обстановка, и психологически комфортная обстановка. Дети раскрепощенные, они с нами со всеми поздоровались. Они на занятия, которые мы сегодня проводили, диагностику провели, они сразу включились в работу, рассказали о себе, были маленькими писателями, выполняли работу, делали это с удовольствием и с радостью. С учетом того, что есть дети, которые приехали в этом году, не владели русским языком вообще, сейчас они показывают просто поразительные результаты, очень чистая речь, мало ошибок. Прямо замечательная работа педагогического коллектива. Затопление регионов России, включая Тюменскую, Курганскую, Челябинскую и Оренбургскую области, вызвано сильными паводками, которые произошли из-за нескольких факторов. Эксперт КФО рассказал о причинах и последствиях. Тюменская область с паводками воды возможен перелив через дамбы. И благоприятную паводковую обстановку прогнозируют в Курганской области. С паводками в России повсеместно имеется, естественно, она везде разная. Самая большая проблема возникла сейчас на реке Амур. Это город Орск и пригород, территория примыкающая. И скажем сразу, что там ситуация связана с разрывом дамбы. То есть вдоль берега Амур была дамба, которая отделяла город, город Орск и, так сказать, пригороды отделяла от реки. Причиной этих чрезвычайных ситуаций стало внезапное и обильное паводковое половодье. Предотвратить или немного улучшить ситуацию можно было бы, обновив систему водоотведения и защиты от наводнений, очистив водоемы и каналы от мусора, так как он ухудшает отток воды. Половодье сильно сказывается в местах, где застроены пойменные участки, ведь они изначально расположены так, чтобы принять весенний разлив вод. Поэтому следует оставлять их нетронутыми. Вопросы безопасности – это всегда мониторинг состояния дамб и уровня воды, создание центров прогнозирования. Вследствие наводнения пострадали люди и животные. Большое количество домов стало непригодным для жизни. Гидрологическая ситуация тоже неблагополучна, ведь из почвы вымываются питательные вещества, и территория останется малоплодородной. Наводнение – одна из таких тяжелых форм катастроф, когда исправлять ситуацию приходится достаточно долго. То есть это ремонт домов, естественно, это ремонт построек, это выплаты социальные людям, которые пострадали в этой ситуации. Затем это достаточно длительный период восстановления почв. То есть их надо восстанавливать, очистки территории от сгрязнения, потому что ты уже говорила, что это санитарно-педиологическая обстановка нехорошая. Это налаживание системы водоснабжения, налаживание системы канализации. Это всегда обычно страдает в первую очередь система водоснабжения. Она сразу загрязняется, местами рвется, система канализации часто повреждается. То есть с этим совсем надо работать. Казань, в свою очередь, защищена от наводнений, ведь у нас есть система инженерной защиты, которая включает в себя дамбы инженерной защиты, дрены, по которым вода должна отходить, насосные станции, ряд бассейнов, в которых вода может скапливаться. Власти затопленных регионов принимают неотложные меры по защите населения и предотвращению ущерба от паводков. Ведутся работы по укреплению береговых линий, строительству временных дамб и разливов, эвакуации людей из затопленных районов. Спасатели и волонтеры активно участвуют в оказании помощи пострадавшим от наводнения, организуют эвакуацию людей и животных. Дарья Артамонова, Резида Каримова, Николай Осуховский, Универ Новости. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета прошло состязание интеллектов между студентами. Участие в интеллектуальном движении помогает улучшить не только общую эрудицию, но и навыки общения и командной работы, позволяет познакомиться со многими интересными людьми. Удалось ли выявить самого умного игрока? Расскажем далее. 11 апреля в стенах Казанского университета прошла игра «Что, где, когда» – одно из самых увлекательных интеллектуальных состязаний. Студенты самых разных институтов вуза собрались в одном месте для единственно важной цели – определить лучших игроков. Учащиеся продемонстрировали свои знания, навыки анализа и способности к логическому мышлению. Спортивная версия популярной интеллектуальной игры «Что, где, когда» прошла в актовом зале Института управления экономики и финансов. В турнире приняли участие как опытные команды, так и новички, которые только знакомятся с миром интеллектуальных игр. «Что, где, когда» из себя представляет интеллектуальную игру, в которой ребята соревнуются в эрудиции, показывают уровень своего IQ коллективного. Вообще диапазон вопросов, именно круглозор вопросов, он обширен, вплоть, ну, точнее, от какой-нибудь филологии до географии, физики и всего остального. То есть охватывает широкий спектр наук. И, в принципе, мы думаем, что ребятам из разных институтов зайдут вопросы. Игра состояла из трех туров, в каждом из которых участники отвечали на 12 вопросов. Перед началом интеллектуального соревнования модераторы, представители брейн-клуба КФУ и команда Степи напомнили правила. После объявления вопроса давалась минута на размышления. Свои ответы участники должны были записать на бланках. Пользоваться различными источниками информации было запрещено. В случае нарушения результаты были бы аннулированы. За порядком проведения и за сбор ответов участников отвечали студенты-волонтеры. Ласково их называют «ласточками». Участвую уже третий год подряд. Третий год в «Что, где, когда». Прикольно, нравится. Не волнуюсь и не готовился. Мы просто собрали тут команду, которая знает все обо всем. И поэтому, какого смысла волноваться, к чему готовиться, тоже непонятно. Игроки показали великолепное командное взаимодействие. Умение слушать друг друга, доверять и принимать совместные решения было на высшем уровне. Заключительный этап игры «Что, где, когда» оказался настоящим шоу. Участники с напряжением и трепетом отвечали на последний вопрос. И каждая команда стремилась к победе. В конечном итоге победителем стала сборная Химического института. Призеров и участников наградили подарками и дипломами. Отметим, что организаторами игры выступили Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания вуза. Союз студентов, аспирантов и брейн-клуб Казанского федерального университета. Дарья Артамонова, Резида Каримова, Николай Суховский, Универт Новости. С 9 по 15 апреля проходит визит проректора по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхана Алишева в Китайскую Народную Республику. В начале этого года педагогический состав Гуанчжурского института науки и технологии прошел программу повышения квалификации в Институте искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Казанского университета. В рамках текущей встречи было подписано рамочное соглашение о создании зеркальных центров исследований и трансфер технологий на базе двух университетов. Были также проведены переговоры относительно участия студентов Гуанчжурского института науки и технологий в проекте «Летний университет на базе КФУ» в июле этого года, обмена обучающимися, а также возможности реализации программ двойных дипломов. Далее делегация посетила Гуайдунский университет финансов и экономики. В рамках новой встречи между двумя вузами был подписан меморандум о взаимопонимании. Студенты данного университета также приедут на занятия в Международной летней школе Институт управления экономикой и финансов КФУ в предстоящем году. Студенты первого курса Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета приняли участие в проектной сессии Координационного центра по противодействию идеологии, терроризма и профилактике экстремизма КФУ. Учащиеся показали свою активность и умение проявить инициативу, а в рамках проектной сессии смогли раскрыть свой творческий потенциал и проектное мышление. Студенты продемонстрировали не только инициативность, но и готовность помыть своему институту и студентам всего университета. Перед учащимися стояла задача познакомиться с проектированием как инструментом, а также предложить свои решения существующих проблем в студенческой среде. Мероприятие позволило увидеть болевые точки студентов-первокурсников, узнать их мнения о существующих проблемах, услышать их предложения по решению сложившихся ситуаций. В завершении мероприятия студенты представили друг другу получившиеся проекты, поделились мнениями и смогли задать вопросы о возможности их реализации. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!